Одна-две позиции так не влияет коллектив, он коллектив когда сплоченный, уже все. Давайте посмотрим за тем, что происходило в первом периоде. Треть минуты игры большинство у локомотива это... Посмотрите, как оборона. Троем на борту, проходит диагональная передача на пятак. Чем это можно объяснить? Они уже надеялись, что они перехватят шайбу в Рижане. Вроде бы там навязали борьбу у борта. Треть минуты игры почти тот же момент. То есть локомотив уже в первых сменах, в первых минутах начал здорово, начал активно. Наверное, в какой-то степени это было неожиданным для Рижан. Королюк здорово действовал. Удаление? Еще есть момент. Нет, статистики по броскам у меня пока не видели мы. Но по первому периоду... Смотрите, как сейчас забивается гол Калянина. Вроде защитник играет с ним рядом. Нет. Оп. Вот чуть-чуть. Нападающий чуть-чуть ниже должен спуститься. Подъезжает игрок, защитник... Чуть-чуть ниже спускайся к нему, ничего страшного, если передача проходит к защитнику. Локомотива. 15-й номер Карсунс, нападающий должен. Он должен спуститься вниз. Защитнику еще забить надо. А под воротами это все время опасно. Где-то рикошет, где-то что. Ну, перешитая минута, счет 0-2. Здесь уже атакует Рижане. А это большинство у Рижского Динамо. У Рижского Динамо. Да, это вот эпизод, когда шай попадал в штангу. Если будет повторно, посмотрим. Неплохо комбинировал Зино с Неживием, Суровием и... Третьим с ними выходит Марк Хартиган. Просто так шайбешки не расстаются Рижане. Молодцы. Вот раз защитничку. Бросочек. В принципе, кажется, что Кольщик сегодня действует очень уверенно. Неплохо. Может быть, по ходу сезона возникали вопросы по его действиям. Тем не менее, и в плей-офф даже не всегда он, скажем так, был надежен. Это как раз тот гол, о чем мы говорили. Но это ни в коей мере нельзя относить насчет вратаря здесь. Может быть, он и пустил ее под собой. Но, тем не менее, в такой ситуации при хорошем броске, конечно же, форвард обязан забивать. Здесь опять большинство локомотива и здорово все прозыгрывают хоккеисты Ярославля. Это как раз гол. Вратарь потерял ворота, потерял шайбу. Я думаю, что вы, наверное, со мной согласитесь. Абсолютно. И так много времени остается до начала второго периода. Стоит ли сейчас менять холк? Там застряло в луже. Пускай вот такой вариант. Посмотрите, как тикаченко держит. Три заброшенные шайбы были в этом периоде. В отличие от четырех в первом, тем не менее. Вновь этот период выиграл локомотив, получается. Три-один было после первого периода. Два-один сейчас выиграли ярославцы этот период. Здорово играли и здорово действовали передворотные. Настырные, настойчиво. Здесь был момент, мне показалось, что то ли штангу попало, то ли холд выручил. Я считаю, что во втором периоде локомотив вообще шансов не давал Риге. Ну, были, да, моменты были. Но как хоккей без моментов? Ну, по большому счету локомотив переиграл Рижан в этом периоде. Любопытная ситуация была, когда бросал кто-то из Рижан, Кочнев накрыл шайбу, камера наехала на... Ну, укропление было, да, и все пять игроков ярославцев были передворотом. Посмотрите, прекрасный пас. Урденко замахнулся, немножко, наверное, сбил в толку защитника. Вот это вот тоже то, о чем... Вот наглядная ситуация. То, о чем говорил Дмитрий Федоров, великолепный пас Калимулина. Контратака 2 в 1. Рижанам, я так подозреваю, стоит опасаться вот этих вот контратак локомотива заключительный третий. Сейчас любая пропущенная шайба на первых минутах, и все. Наверное, можно говорить, что исход матча будет решен. Ну, локомотив, конечно, та команда, которая накажет. Ну, здесь был очень хороший шанс. Забей, наверное, здесь Рижан. Может быть, что-нибудь бы здесь поменялось бы в счете. Наверное, единственный шанс такой реальный. Когда говорят, ну, если не стопроцентный, то близкий к стопроцентному шанс, когда никто не мешал нападающему, он вроде бы уже разобрался здорово с Ротарем. Ну, вот это, пожалуй, и был один момент за период такой. Вот и все. Зачем здесь Кочнев стукнул нападающего? Команда получила меньшинство, команда пропустила. Вот это я тоже не понимаю, Ротаря. Ничего не могу понять даже, что произошло. Обычно он этим Кочнев никогда не отличался. Другие вратари в континентальной хоккейной лиге были замечены. А спокойный в таком, знаете. Как бы то ни было, Рижане здесь получили шанс на то, чтобы игру спасти. Если бы не вот это удаление Петровицки, о котором мы говорили. Да, вот здесь еще был неплохой момент у Вашечка. Опять-таки по голевым моментам. Можно там говорить, потому что бросков было больше у Рижан. Можно смотреть статистику, но увидели, что в первом периоде Рижане бросали с любых положений, даже и не с голевых. Вот здесь вот штанга. Буквально в одном атаке штангу попал сначала. Ну, как здорово Королюга же сыграл, а. Просто красота. Попал штангу Вашечек. С участием рижского «Динамо» такого практически не бывает. В прошлом сезоне, помните, камбэки были с 0-4. Гол. Звенья локомотива. Все поработали. Ткаченко. Молодец. Втащил шайбу в зону. Запутал оборону и два броска нанес. Дарзинч. Получил Лехтеря по лицу. Чек на Димитро. Димитро в синей линии. Отбрасывает шайбу и гол. Классический гол локомотива в противостоянии с Ригой. И автор – Рахунек. Давайте посмотрим, заделали кого-то шайба в полете. Нет такое ощущение, что прямой бросок. Или Вашечек все-таки...